Дорогие друзья, с вами снова Елена и наша рубрика уроки фэншои. Поговорим о раке подчиненном, кого вы приобретаете себе в офис, какую работу ему можно доверить и как с ним строить завод отношений. Вот казалось бы, многие начальники не заморачиваются. Они считают себя, что вершителями судеб. Пришел человек, он всегда в положении не лучшем, если он устраивается на работу. Ясно, кто здесь босс, а кому придется поработать. Но каждый босс мечтает о том, чтобы получить максимальную прибыль от своего подчиненного. Поэтому это совершенно не бесполезная информация. Правильный подбор кадров и правильная расстановка ваших подчиненных на объектах позволит вам максимум получить удовольствие и средства от своих работников. Поэтому считаю эту тему весьма и весьма успешной. Так вам пришел подчиненный рак. Что от него ждать, что ему доверить. Дело в том, что раку можно доверить совершенно любую работу. Он никогда не будет стесняться ни мелкой работы, и с удовольствием возьмется и за крупную работу, но по главу угла он прежде всего ставит следующее. Он исключительно трудоспособен, но даже если он вам этого не говорит, вы должны знать, что он считает, что его работа должна быть оплачена. Оплачена хорошо. Рак достаточно зациклен на средствах. Даже если вы будете пытаться его выбить, из него это и переломить, ничего у вас не получится. Поскольку трудоспособность рака, его заработки, его финансовая часть для него неразрывная. И он даже получил это от природы. Вы же не собираетесь поломать природу и сущность самого рака. Поэтому если вы видите, что он исключительно трудоспособен и полезен на ваших фильмах, будьте любезны поднимать не только объем работы, которую вы на него будете заваливать, но и его гонорары. Таким образом вы уравновесите его трудоотдачу и финансовую часть, которая его согревает. И вы будете иметь достаточно перспективного, умного работника. Ведь, поверьте мне, не каждому раку удается стать бизнесменом, открыть свое дело. Но вот это золотое качество бизнесмена присутствует практически в любом раке. И ваша фирма выиграет от присутствия такого работника. Так что не заживьте для него соответствующую зарплату, и я думаю, что вы будете довольны. В оправдании, так сказать, такого пристрастия раков к деньгам могу сказать, что стремление к деньгам у них связано с тем, что они очень мнительные и сомневающиеся знаки. Особенно для них мучительна вера в завтрашний день. Они каким-то образом, конечно, в него, безусловно, верят. И тут же им в противовес даны вот эти вечные сомнения в завтрашнем дне, как они будут жить и не бояться, так сказать, неуверенного завтрашнего дня. Поэтому в данном случае их зарплата для них очень важна. Как стимул, так сказать, поработать во имя того, что у них будет, так сказать, обеспеченный завтрашний день. Так что в данном случае, это я, так сказать, в оправдании, то многие начальники могут подумать, что раки такие меркантильные, пришли тут копейку сшибать. Нет, это просто такая вот особенность. А по большому счету она, по-моему, присуща многим знаком зодиака. Просто у рака она особо выражена. Так что, дорогие друзья, гонорар рака – это очень важная сфера. Теперь вы должны еще знать, что доверяя работу раку, вы должны четко определять временные рамки, за которые будет выполнена эта работа. К сожалению, у раков бывает исключительная медлительность выполнения работы. Не потому что они растягивают ее до небес, а просто у них такая структура, все делать достаточно медленно. Поэтому в данном случае ваш тактичный контроль и определение рамок, за которые должна быть выработана эта работа, дело, собственно говоря, стимулирует раков и слегка подхлестывает. Им это, в общем-то, и в целом нужно. Поэтому даете не только оффрукт работы, но и ставите сроки, в которые оно должно быть выполнено. Это, собственно говоря, правильный подход к подчиненным ракам. Где можно использовать рак и на каких-то, так сказать, постах, куда его направить? Раку очень удаются моменты общения с людьми. Никто так четко и ясно не излагает мысль и не доносит ее до коллектива. Поэтому в данном случае можете его сделать своим рупором или заместителем, или в конце концов направить его в отдел кадров, поскольку это еще перспективно дважды. Он не только прекрасно общается с людьми, он буквально проникает в душу. И как бы человек не пытался себе придать какую-то несвойственную форму или там примерить какую-то масочку, или прикрыть свои недостатки, подать себя в лучшем свете при устройстве на работу. Рак их раскусывает сразу, видит внутри то, что есть на самом деле. Поэтому отбор нужных кандидатов ему вполне можно доверить. Ну и, соответственно, изложение коллективу задач, которые перед ним стоят, это тоже можно доверить раку, потому что он это излагает четко, ясно, внятно, доходчиво совершенно. Поэтому в данном случае это две ипостаси, где рак будет исключительно хороший. Помните, я вам рассказывала о внешности рака, я говорила, что у него буквально от какого-то детского выражения лица, оно какое-то часто излучает добродушие, некоторую наивность. Это, собственно говоря, просто природные внешние данные, но при том, при всем они исключительно помогают раку в общении с людьми. Вот это вот его несколько детская открытая такая вот внешность расслабляет людей, и они очень часто доверяются раку. Начинают рассказывать, как это рак располагает к себе. В данном случае это качество рака можно использовать при переговорах. Если вам необходимо с кем-то договориться и прочее, возьмите себя в советники и помощники рака. Дело в том, что он умудряется очень быстро разобраться в людях, расположить их к себе. Невольно они сами рассказывают больше, чем они хотят, и, соответственно, вы от рака всегда получите нужную подсказку, с кем стоит иметь дело, что ждать от того или иного человека. В плане этого они исключительно хороши. Так что я вам немножечко раскрыла те секретные объекты, где раки прекрасно себя зарекомендовывают. Так что имейте, пожалуйста, этот опыт. Итак, если вы заметили, что рак вам действительно необходим и нужен, не забываем назначать ему приличную зарплату, поверьте мне, он ее отработает и принесет пользу вашей фирме. Ну, мы все люди, и бывают моменты, когда, собственно говоря, вы хотите что-то донести до своего рака в критической форме. Значит, маленькая подсказка, которая решительно вам потребуется. Вообще не с этим человеком. Никогда не делайте ничего публично. Не оскорбляйте его, не обижайте. Подбирайте, пожалуйста, слова, которыми вы обращаетесь. Не взирая на то, что вы все-таки босс и считаете, что можете сказать кому угодно и что угодно в любой угодной форме, но прежде всего помните, что это довольно-таки перспективный человек для вашей фирмы. Поэтому все делайте деликатно и тактично. Рак и сам, собственно говоря, без ваших окриков и наездов, всегда в себе сомневается, боится критики и уже, собственно говоря, давно себя обличует даже за мифические проступки, которых он не совершал. Поэтому, если вы на него натянетесь и будете его оскорблять, особенно в присутствии корректива, тем самым вы его мало того, что потеряете как работника, он может даже уйти с производства. Ну, а если уже не такая критическая будет форма, то в любом случае вы уже не увидите его в том лучезарном и полезном для вас виде, каким он был раньше. Он замкнется в себе и, собственно говоря, фирма ваша от этого не выиграет. Поэтому раку не надо долго объяснять, в чем он наступился. Просто пригласите его в кабинет и буквально в дружеской форме, в двух словах, настройте его, пожалуйста, на тот момент, который вам необходим, чтобы он наступил. Так, насчет вызова на кавер я вам уже сказала. Единственное, в дополнение могу сказать, что если вы уже раскритиковали рака, то не забудьте все-таки эту тираду, завершить все-таки словом одобрения, сказать, что этот момент мне не понравился, но все-таки вы прекрасный перспективный работник, я думаю, вы справитесь. У него просто вы раскрыли желание, так сказать, поработать на фирме. И вообще слова одобрения раку весьма и весьма полезны. Помните, что ваш работник в себе постоянно сомневается. А посему, ваше доброе слово, его освободить от лишних телодвижений, и он будет просто работать на благотворения. Так что ваше доброе слово ему очень нужно. Но мужчинам, начальникам, у которых работают женщины-подчиненные раки, я очень прошу быть внимательными с комплиментами, которые вы отпускаете. Вот мужчины-начальники, иногда для того, чтобы ободрить женские коллективы, могут, так сказать, царить словами и говорить дежурный комплимент, над которым другие повеселятся. А рак женщина может воспринять серьезно, потому что в данном случае любой знак и ухаживание со стороны мужчины женщина рак воспринимает, если вы помните ее характеристику. Как серьезные притязания может быть и на ее руку, и сердце, и так далее. То есть они все воспринимают серьезно. У них нет вот этих полутонов, фальшивого флирта или все. Если комплимент сказан, то, вероятно, потому что в нее влюблены. Вот как может быть развернут момент. Поэтому будьте осторожны со словами. Этого не стоит делать и не стоит зарождать в столь серьезном сердце женщины рака какие-то мифические надежды, которых вы и не собирались, в общем-то, давать. Поэтому в данном случае в этом плане будьте весьма осторожны. Говорите только по делу. И напоследок, дорогие начальники, вам последнее резюме. Если вы хотите, чтобы ваш подчиненный рак оставался на вашей фирме и приносил вам пользу, единственный стимул к его, так сказать, желанию остаться на вашем предприятии является деньги. И только деньги. Некоторые знаки зодиака работают ради того, чтобы обрести власть, продвинуться, так сказать, в замы какие-то. В общем, им интересна вот эта вот власть над людьми. И ради этого они работают. Рак в этом плане совершенно не амбициозен. Он не хочет никем владеть, не хочет иметь в своем кругу подчиненных для того, чтобы почувствовать себя хотя бы микроначальником. Его интересует только обеспеченный завтрашний день. Поэтому, если вы видите, что рак ваш приобретает новые навыки, что он стремится, что он вам полезен, что вам интересен, что вы хотите, чтобы он с вами работал длительное время, не забудьте, пожалуйста, добавлять ему зарплату. Это единственный стимул, который может этого достаточно перспективного и умного подчиненного оставить на вашей фирме. А это очень важно. Поверьте мне, работник рака еще мало кому насолил в плане трудовой деятельности. Раки работают самозабвенно, не щадя себя, очень ответственно выполняют свое дело и всегда полезны вашему предприятию. Но, а хотите иметь такого работника, не забудьте, пожалуйста, из своего кошелька выложить добавочную купюру, чтобы рак себя чувствовал уверенно и хотел трудиться на вашей фирме. С вами была Елена.